Сегодня были опубликованы ожидаемые данные сферы услуг и промышленной сферы Европы. В марте они превысили ожидания, что говорит о возможном начале восстановления экономики. Сегодня мы обсудим эти данные со старшим экономистом компании Маркет Робом Добсоном. Добро пожаловать, Роб. Опубликованные сегодня данные показали, что в марте композитный индекс PMI еврозоны вырос до 54,1. Аналогичный индекс Германии вырос до отметки 55,3. Может ли это служить подтверждением того, что экономика Европы снова начала расти? Думаю, да. Данные индекса PMI в еврозоне практически достигли четырёхлетнего максимума в марте. Мы видели обширный рост промышленного сектора и сферы услуг. Кроме этого, было отмечено увеличение наповроста экономики Германии. И это положительный момент, учитывая, что она играет роль главного двигателя экономики этого региона. Последние данные также говорят об увеличении показателей роста и других экономик, которые не входят в пятёрку крупнейших. Опять же, для этого есть хорошие экономические предпосылки, которые также способствуют усилению рынка труда и увеличению количества новых рабочих мест. Даже несмотря на то, что пока что в некоторых странах уровень безработицы очень высокий. Стоит ли нам благодарить ЕЦБ и их программу КАЭС за такие данные, или пока что рано делать такие выводы? Я бы сказал, что пока что не стоит спешить с выводами. Они начали программу закупок активов лишь в начале этого месяца. Учитывая, как обычно работает программа КАЭС, нам нужно ещё немного подождать. Она всегда даёт результаты с небольшой задержкой. Пока что рано судить о каком-либо прямом влиянии программы на экономику. Тем не менее, что мы действительно наблюдаем, так это усиление уверенности и улучшение рыночных условий в регионе. Таким образом, инвесторы становятся более уверенными в экономике Европы, а приток инвестиций будет способствовать и росту экономики. Как вы считаете, текущее восстановление экономики еврозоны будет стабильным, учитывая нерешённую проблему Греции и геополитический конфликт между Россией и Украиной? Я надеюсь, что это восстановление экономики будет стабильным. Опять же, пока что рано строить какие-либо точные прогнозы. Программа количественного смягчения только недавно начала действовать. Конечно, ситуация в Греции и геополитический кризис в Украине и России будут препятствовать быстрому росту экономики Европы. Тем не менее, если нам удастся избежать эскалации этого конфликта, а Европейский центральный банк, Международный валютный фонд и правительство Греции всё же найдут какое-либо решение сложившейся ситуации, то восстановление экономики Европы может продолжиться и в будущем. На фоне данных, полученных сегодня, можно сделать вывод о том, что в первом квартале этого года рост уровня ВВП составит 0,3%. То есть, все последние данные были положительными, и они говорят о возможном росте экономики в будущем. Но всё будет зависеть от целого ряда факторов. Роб, спасибо за ваши комментарии. На этом наше время подошло к концу. Оставайтесь на Дукаскопии ТВ. Всего доброго. Продолжение следует...